Так выглядит готовый алюминий Элау Инерта. Это экологичный металл. Его производство оставляет минимальный углеродный след. Повышение экологичности производства – один из главных пунктов федерального проекта «Чистый воздух». Его реализацию вместе с руководством Красноярского алюминиевого завода обсудила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Экскурсию по цеху для вице-премьера провел управляющий директор завода Евгений Курьянов. Он отметил, что на Кразе запустят технологию производства алюминия РА-550. Ее разработали в Русале по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Также Курьянов уделил внимание масштабному проекту перестройки завода. По экологической реконструкции у нас планируется строительство двух корпусов и одновременным демонтажом 11 корпусов действующих, на месте которого также мы планируем сделать. Красноярский алюминиевый завод все обязательства, которые берет на себя, выполняет. Мало того, мы идем с опережением, даже на примере электрофильтра, который, согласно плану, мы должны запустить в декабре месяце. Идем с опережением 6 месяцев, в июле месяце мы должны его запустить. Дальше мы показали проект по онлайн-мониторингу с искусственным интеллектом. Сегодня у нас установлено в 11 корпусов. И до конца года мы должны еще 4 корпуса перевести. Также показали о том, что мы перевели 20 газоочисток на гофрированные рукава, которые имеют на 20% площадь фильтрации ВИШ. После экскурсии по заводу Виктория Абрамченко посетила новый медицинский центр «Русала». В учреждении используют современное оборудование, чтобы каждый пациент мог получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Сделать это могут не только сотрудники «Русала», но и жители по полюсу общего медицинского страхования. Кроме того, вице-премьер правительства провела совещание с руководством компании. На нем обсудили планы по снижению выбросов и уже достигнутые цели. Крупные промышленные предприятия, сегодня мы провели совещание с компанией «Русал», обещают продолжать экологическую модернизацию в планах компании, не отступать от заложенных мероприятий экологических. Они обещают больше 30% снизить выбросы в городе от своей основной площадки. Сегодня мы осмотрели планы компании по такой экологической модернизации и уже зафиксировано со стороны Роспроводнадзора снижение выбросов от Красноярского алюминиевого завода около 12%. Губернатор Михаил Катюков, в свою очередь, отметил, что объем выбросов сокращается по всему краю. Однако останавливаться на достигнутом правительство не собирается. Глава региона поблагодарил Викторию Абрамченко и федеральное правительство за поддержку. Такое сотрудничество должно помочь в решении экологических проблем Красноярского края. Никита Тимонин, Илья Сергеенко, Новости ТВК.